здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас 72 уроке видеокурса лендинг для начинающих в этом уроке я хочу вам показать виджет видео плеер по последним веб-технологиям html5 вот сейчас он перед вами вот такой симпатичники плеер зачем вообще я хочу вам показать данный плеер может случиться так что вам например не нужно транслировать видео с ютуба да то есть очень легко вы знаете можно ставить ролик с youtube например по каким-то причинам вам нужно чтобы видео файл лежал на сайте как раз вот этот виджет вам поможет в этом в настройках виджета можно сделать автозапуск то есть человек когда зайдет на сайт видео автоматически подгружается это может быть пригодится если вы делать какую-то презентацию какого-то своего продукта также можно отключить элементы управления так чтобы видео играла и человек кликнув например даже по видео не смог повлиять на это видео то есть не смог его остановить и так далее это тоже может быть нужно в каких-то случаях вот если play нажимаем также преимущество данного плеера посмотрите на бар то есть вот внизу на вот эти вот меню управления видите цвета все настроены под дизайн такого демо сайта да здесь все работает перемотка пауза звук и можно делать на весь экран давайте перейдем в адоб news и рассмотрим данный виджет виджет так и называется html5 видеоплеер я его перетаскиваю на холст в этом видео сразу есть демка вы можете просмотреть его работоспособность например сделать предпросмотр браузере и давайте рассмотрим данные настройки не пугайте что здесь много всего все на английском на самом деле здесь все просто но прежде чем мы начнем изучать подробно настройки нам нужно подготовить видео которое вы хотите транслировать в данном плеере и здесь немножко нужно заморочиться с форматом то есть не так все быстро как в ютубе смотрите вам нужно подготовить скриншот который будет висеть вместо плеера пока плеер не активен то есть пока на него не кликнули но можно и без него и вам нужно как бы видео в двух разных форматах mpeg 4 вот здесь вот можно наблюдать и webm два формата давайте сейчас я покажу как из mpeg 4 можно сконвертировать формат webm может быть у вас есть какие-то свои навыки в этом может быть если какой-то софт я вам покажу онлайн сервис где я себе конвертирую видео файлы переходим вот на этот сервис этот сервис позволяет конвертировать файлы в формат webm также данная ссылка будет на моем сайте под видео здесь есть такая кнопочка видите выбрать файл кликаем на эту кнопочку и выбираем видео файл с компьютера я выбираю файл и нажимаю открыть если вы не хотите вносить какие-то изменения в видео файл то просто нажимаете внизу вот здесь кнопку конвертировать файл сразу хочу предупредить что в принципе конвертация вот достаточно долго вот здесь идет так чтобы вы знали что ничего не сломается здесь должен файл обработаться вот у меня файл не больше 100 мегабайт и несмотря на это файл достаточно долго конвертируется я конечно сейчас не буду ожидать полное выполнение этого всего процесса я уже это сделал у вас просто откроется всплывет окно где вы укажете путь до диска на компьютере куда вы хотите сохранить уже сконвертированный видеофайл формате webm и вот у меня получается значит я хочу разместить свой видеоурок например и вот точно такой же файл я назвал его просто 71 и . webm то есть у меня все готово дальше в адопт мюз давайте рассмотрим все настроечки видеонейм здесь без разницы можете написать название вашего видеоролика но обязательно здесь что-то должно быть пустым поле быть не должно а дальше смотрите вот эта галочка enable external preview image локацию если мы нажимаем и убираем галочку вот это дает вот здесь выбор либо мы загружаем имидж с компьютера нажав на кнопку добавить файл либо вы загружаете например свою картинку например в корневую папку вашего сайта на хостинге но для этого нужно нажать здесь галочку тогда поле добавить файл будет не активно а вот здесь будет поле активно и здесь надо просто прописать полный путь вашего сайта потом слэш и название вашей картинки . png или джейпэг все зависит от того какая у вас тут картиночка картинку в принципе можно добавить вот этой кнопкой добавить файл поэтому я галочку снимаю и нажимаю добавить файл и например я хочу загрузить какое-то свое изображение я выбираю на компьютере свое изображение нажимаю на кнопку открыть наш файл подгружается вот вы видите здесь уже в примере видно а что касается загрузки именно видео файлов я советую не пользоваться вот этой кнопкой добавить файл не знаю может быть у вас получится у меня возникли проблемы с добавлением формата в м при экспорте сайта на хостинг вот таким методом передачи на ftp сервер у меня происходит ошибка именно из-за этого файла я не стал углубляться можно было написать хостер у почему так происходит так как здесь есть два способа загрузки видеофайлов я просто воспользовался вторым способом у нас не активно ссылка добавить файл mpeg 4 и не активно добавить файл в м то есть это вот эта галочка и вот эта галочка мы их не трогаем если мы пользуемся вот этим первым способом сейчас я покажу как это надо сделать у вас должен быть какой-то ftp клиент любой открываем его соответственно у вас уже должен быть хостинг домен я пользуюсь файл зила я уже авторизовался на своем хостинге зашел в корневую папку здесь вот они мои два файла то есть вы просто мышкой можете перетащить сюда либо в этом окне открыть свой диск и отправить файлы на хостинг то есть я думаю здесь больше смысла нет объяснять да просто можете с рабочего стола там или откуда из папки мышкой заражать видеофайлы и просто перетянуть их вот в это поле они сюда зальются все будем считать что вы видеофайлы свои поместили в корень сайта возвращаемся обратно в адоб muse у меня есть тестовый домен вот он я его просто копирую вы конечно же копируйте свой адрес и смотрите что мы делаем сейчас для видеофайла с расширением mpeg 4 вы выделяете все что есть в этом поле удаляете и вставляете просто вот так свой адрес дальше косая черта или слэш и название вашего файла вместе с расширением то есть вы можете просто зайти в свою папку и если у вас там длинное название чтобы рукой не писать вот так вот два раза кликайте чтобы можно было выделить название файла копируйте полностью название видеофайла возвращаемся в настройки и здесь после слэша я просто прописываю целиком все название и enter дальше нижнее поле вот видеофайл и . вебен то есть это вот для второго вашего видеофайла с расширением в м здесь делаем то же самое только подставляем название файла с расширением в м то есть удаляем все что здесь есть вставляем и это все самую жесткую операцию мы с вами выполнили давайте пройдемся дальше по настройкам автоматик playback это если мы нажмем галочку то видео будет загружаться автоматически при загрузке страницы я оставить не буду при этом тогда скриншот ваш не будет виден вы должны это понимать loop видео если галочку ставим то видео будет повторяться то есть будет зациклено дальше show player контроллер вот классная вещь давайте посмотрим вы видели что внизу у меня был вот этот контроллер это внизу такая полоска до он появляется такая зеленая это бар как бы до управления видеофайлом звук пауза перемотка и так далее вот если снимаем галочку давайте посмотрим как это будет выглядеть идем в предпросмотр соответственно нам нужно включить автоматическое воспроизведение потому что мы отключили управление да у нас с вами видео и не проигрывает и мы включить его не можем поэтому мы включаем здесь галочку automatic playback и идем еще раз в предпросмотр вот наше видео заиграло вы видите что при наведении на плеер не всплывает бар и самое интересное да я никак не могу воспользоваться никакими настройками то есть я кликаю и у меня все равно видео играет то есть каких-то ситуациях это может быть нужно дальше чуть не забыл сказать если мы выделим плеер вы можете за крайние маркера вот так вот управлять размером плеера но не забывайте про размер вашего видеофайла если вы слишком как-то нарушите пропорции то по краям либо по горизонтальным либо по вертикальным будут черные полосы вот сейчас их можно наблюдать то есть видео можете растягивать так давайте дальше я возвращаю панель и у нас осталось поработать с цветом вот этот вот первое цвет это нас сам весь бар он черный вы кликайте по цвету и можете выбрать любой цвет дальше текст иконки то есть текст и иконки цвет их не белый то есть это иконки вот этот например звук громкости значки всякие цифры все белое то здесь меняется например то все очень удобно да под свой дизайн лендинга изменить цвета если мы пользуемся плеером youtube там можно выбрать только темные или светлые оттенки вот преимущество от плеера youtube дальше контрол с текст сайз 90 процентов то есть контролировать размер текста здесь выставляйте значение какое вам нужно я принципе здесь не трогаю ничего прогресс бар вот это первый background то есть задняя часть а синие давайте внимательно посмотрим чтобы вы лучше понимали какие цвета за что отвечают то есть смотрите вот этот сам прогресс бар это вот эта линия которая показывает загрузку нашего видео оранжевая это тот момент как бы докуда в реальном времени видео уже проиграла вот если я перематываю вы видите оранжевая полоска прибавляется понятно что вот это голубой цвет уже понятно за что отвечает когда вы будете менять цвет уже знаете где он сменится да ну и оранжевый тоже уже теперь знаете и давайте посмотрим голубой цвет я меняю например на какой-нибудь желтый а оранжевый я меняю на какой-нибудь синий и давайте посмотрим вот вы видите да у нас бар бэкграунд стал желтым а прогресс вот эта линия до куда видео проиграл у нас стало синим соответственно и громкость тоже цвет здесь меняется именно тот который мы меняли для бара и так вроде бы все объяснил ничего не забыл если возникнут вопросы под этим видео можете задать свой вопрос данный виджет как обычно вы можете скачать на моем сайте также ссылка под видео все увидимся в следующем уроке наверное трудно представить себе современный лендинг пейдж сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов а где же их взять спросите вы специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов 121 виджет ждут вас всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет например меню для мобильных устройств несколько вариаций мобильных меню уникальные слайд шоу всевозможные эффекты с текстом круговой прогресс бар маска с текстом и многое другое чтобы скачать виджеты перейдите на мою страничку адрес который вы видите у себя на экранах просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку забрать виджеты к вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты обязательно подтвердите иначе виджеты не придут к вам на почту второе письмо придет к вам автоматически где вы сможете скачать 121 виджет делаете лендинг пэтч делайте их круто до конца